СПОР Спора-то нет. Это есть подятие доказательной медицины про кофе. Есть, ну вот это что, это не спор. Ну давайте я буду с собакой спорить, она будет на меня гавкать и писать мне на дерево, а я буду ей что-то доказывать. Это не спор. А спор, это когда один аргумент после другого. Так вот положение о кофе. Кофе один из полезнейших продуктов. Помимо кофеина, который, конечно, может быть в повышенной дозе привести определенные по обычным явлениям, и кофеин сегодня самый распространенный на Земле стимулянт, кофе, как, кстати, и чай, содержит около тысячи-тысячи различных веществ, и как большинство из них полезно. Это так называемые полифенолы и все вот с таким другим названием. Кофе – продукт, доказанно предохраняющий от перехода хронического цирроза в рак. Это единственный, пожалуй, один из немногих реальных гепатопротекторов. Это кофе. Три-четыре чашки кофе в день. Кофе предохраняет от инфарктов, тем более повторных инфарктов, и сердечникам только полезен. Кофе полезен при подагре, кофе полезен при аритмиях. Гипертонику тоже можно пить кофе, потому что гипертония может повыситься от кофе. Да, может, если ты никогда не пил и выпил первую чашку. Но если ты, в принципе, пьешь кофе, оно у тебя больше повышаться не будет, а прогнозы у тебя лучше. Сердечникам кофе нужно и полезен. Людям с болезнью печени кофе нужен и полезен. Вообще, кофе один из самых полезных на Земле продуктов, как и чай. Чай еще имеет зеленый чай. Такую особенность, что он входит в химиопрофилактику рака. Препарат, который от некоторых видов рака может защищать. Зеленый чай, там особенные полифенолы. Поэтому другое дело, что нельзя злоупотреблять кофе. То количество безопасной кофеина, а, собственно, кофе ограничено только кофеином, не должно превышать 400 мг в день. Это 3-4 чашки кофе.